Всем привет! Сегодня по плану ризотто. Но не просто ризотто, а ризотто из подручных продуктов, когда вы пришли и вам хочется чего-то быстро приготовить. Итак, конечно же, я готовить его по классическим канонам. Куриный бульон у меня отварен заранее, сковорода стоит на плите. Здесь у меня и вешенки, и зеленый горошек, и, конечно же, самый настоящий рис для ризотто. Начинаю приготовление с лука-шалот. Конечно, я специально раздобыл лук-шалот, потому что, когда мы используем лук-шалот, мы получаем, что очень мелкий кусочек. У лука-шалот тонкая стенка, и, конечно же, кусочек от этого получается очень мелкий. Если нет шалота, значит нужно использовать самый маленький лук, который есть у вас дома. Итак, я просто-напросто отправляю лук на сковороду. Сюда я сразу же добавляю оливковое масло. Во время обжарки нужно его слегка помешивать. Когда лук слегка обжарился, буквально там минуту-две, ни пять, ни десять, ни немножко двадцать пять, там, как говорят. Нет-нет-нет, вот одну-две минуты. Сразу же я отправляю сюда рис. Арборио корнаролли, рис бомба, еще неплохо подходит сюда. Я его не мою. Рис для ризотто не моют. И обжариваю вместе с луком. Нам нужно его просто всего лишь пропитать горячим маслом. Самое главное, что я в ризотто сюда, в свое, не буду добавлять вино. Вино нужно для того, чтобы снабдить это блюдо кислотой. Кислота у меня будет от томатов. А пока что сюда я отправляю несколько ложечек поварежек куриного бульона. Сразу три ветки тимьяна. О, великолепно! Главное, чтобы был вкус. Настоящий вкус у ризотто появляется, когда вы делаете все правильно. Никуда не торопитесь. Постоянно помешиваете, выбивая крахмал из рисинки для того, чтобы весь бульон и вся влага, которая будет в этой сковороде завязывалась, превращалась в кремообразную массу. Для ризотто я буду использовать цельные томаты. Я сказал цельные. Целые, привычка такая у меня есть. Говорить. Целые томаты в собственном соку. Только единственное, что мне их нужно будет пробить блендером до однородного состояния. Смотрите, какой цвет у томатов, потому что они собираются в августе. И именно они являются тем вкусовым дополнением к вашей кухне, которую вы пытаетесь воспроизвести зимой. Зимой, конечно же, нет у нас таких томатов летнего качества, как они у нас бывают в нашем летнем меню. Но используя томаты из банки, вы получаете как раз ту частичку лета, которую хочется иметь у себя на столе. Так, рис у нас в процессе. Значит, ризотто готовится примерно 18-20 минут. Так, я добавляю сюда еще немного куриного бульона и мне пора добавлять сюда томаты. Какой шикарный цвет приобретает ризотто. Нужно учесть, что вот эти томаты без соли и без сахара. И они созданы для того, чтобы их готовить, а не есть ложкой. Однако, нужна соль. Бульон я немного подсаливаю при варке. Пока ризотто томится, я предлагаю сделать гарнир к ризотто. Как бы это странно не выглядело, но помимо риса в тарелке должно быть еще что-то, что сделает ваш день и ваш ужин. Я ставлю на максимум и сразу же сюда добавляю сливочное масло. Небольшой кусочек, вот такой. Один зубчик чеснока. Пожалуй, я его раздавлю. У меня есть мелкие вешенки, вот такие вот. По одному грибочку отрывайте их. Сами по себе вешенки не имеют яркого грибного вкуса. Нет, они пахнут какими-то такими отдаленно напоминающими грибы, но по английском языке, например, они называются устричные грибы и после приготовления очень похожи, да, по консистенции на устрицы. Я, конечно, в этом сомневаюсь, потому что я люблю эти грибы и использую их часто, но предпочитаю их не варить вместе с ризотто, а готовить отдельно. Ну вот, например, сливочное масло и чеснок дадут им очень хороший вкус. А, чуть не забыл. У меня же в кастрюле курица, которую я отваривал для бульона. Если взять отварную курицу и отправить ее к вешенкам, то, пожарив вместе, это получится очень крутой гарнир, который можно использовать потом для ризотто. Смотрите, что я делаю. Я отправляю сюда прям в сковородку и добавлю сюда несколько иголочек розмарина. Обязательно соль. Так, теперь второй зубчик чеснока нужно нарезать очень мелко. Теперь я его отправляю в ризотто. Сюда добавляю еще чуток куриного бульона. Все это перемешиваю для того, чтобы обогатить рис чесноком, потому что томат и чеснок вместе создают просто какой-то божественный вкус. Если представить себе, что у нас санкции и нет пармезана, то знайте, какой выход можно использовать, когда вы готовите ризотто. Это сливочный сыр. Вы берете добрую ложку столовую, но у меня вилка, но по размеру вы видите, что она как столовая ложка. Берете еще одно и добавляете в ризотто. Теперь я уже выключил плиту, вы видите. Перемешиваете сыр. Тем самым загущая его и делая сливочным. По вкусу это будет просто сумасшествие, сумасшествие, я вас уверяю. Теперь нам нужно сюда добавить обязательно кусочек сливочного масла. Какой ризотто у нас без масла? Ризотто не бывает ни без сыра, ни без масла. Кусочек сливочного масла. Крупный перец свежемолотый дает такой прекрасный аромат. Все это перемешиваем. Так, берем там, где есть жижка, выкладываем в центр. Посмотрите, как оно прекрасно растекается по тарелке. Выкладываем курицу, добавляем к ней вешенки, которые поджарились, стали красивейшими вкусными грибами. У меня здесь есть горошек, который попал ко мне с грядки. Я его буду использовать для украшения. Ну и, конечно, он по вкусу вообще прекрасный. Все, несколько листочков петрушки, они создают праздник. Мне пора с вами прощаться. Я вам хочу сказать, что впереди будет еще много интересных и вкусных рецептов. Оставайтесь со мной, пишите комменты, я на них с удовольствием отвечаю. И я вам желаю самого-самого приятного аппетита. До скорой встречи!